Че вы меня трогаете? Уберите свои руки от меня! Леха! Привет, меня зовут Маша и на меня напал таксист. Я в такси ездила ежедневно 3-5 раз в день. С работы на работу, по своим делам я ездила так на протяжении года-двух. Это было 21 октября, ехала я с подругой на студию. У нас была съемка, промо-видео. Звали такси, он подъехал на Предслайнскую 12, мы вызывали. Он подъехал уже немножечко не по адресу, а через дорогу, во-первых, и немножечко дальше. Ну, я думаю, это не проблема, мы спокойненько вышли, подошли к нему. У меня была в руках банка орехов, было 4 часа вечера, и надо было уже покушать. И у меня просто банка орехов в руках, я иду по дороге кушаю, сажусь в машину, я уже с банкой относительно закрытой. И он мне говорит, водитель, пока ты банку не закроешь, ты в машину не сядешь. И я такая, окей, я закрываю банку. Я помню, взять его мне сразу же не понравилось, и я сижу с подругой, говорю, давай вызовем другое такси, потому что, говорю, будет какая-то лажа, 100%. Она говорит, нет, мы очень сильно спешим на студию, поехали. У подруги не было никакой ни еды, ничего, то есть абсолютно ничего в руках не было, кроме сумок и костюмов. У меня была банка орехов, которая поставила закрытую между ног, и куча сумок. Мы едем, он смотрит все время во зеркало заднего вида, то есть ты всю поездку едешь, на тебя всю поездку смотрят. Все время оборачивается, то есть не просто ты обернулся, а разворот на стол, сюда радостно, и что вы там делаете. Мы такие сидим, здравствуйте. Вон нас вы сидели, возле какого-то ЖК. Адрес стоит вот здесь. Конфликт был в том, что он остановился и сказал, выходите из машины. Просто выходите из машины. Говорим, в смысле? Выходите из машины. Говорим, ладно, но мы подъехали не по адресу. Он говорит, мне показывают точку здесь. Открываю Google Maps на своем телефоне, вбиваю точный адрес студии Белый Чемодан, показываю, вот мы не доехали, нам нужно еще проехать. Говорит, нет, выходите из машины. Подруга расплачивается, она сказала, в таком случае мы доплатим не полную стоимость, а около 70% мы оплатили. Его это взбесило. И мы выходим из машины, он начинает бежать за деньгами, ищет, чтобы мы с ним расплатились, дорасплатились. Мы им всем ситуацию, что вот так и так, и мы не будем расплачиваться. Подруга в шоке, я иду за нее, поэтому я как бы получилась под ударом. И первый раз он меня схватил за спину, как бы за шиворот здесь. Я была к такому не готова. Он начал меня просто так по кругу водить. Я как-то его толкнула, относительно руку скинула его. Начинаю идти, он разворачивает меня, берет воздух за шею и начинает просто меня давить. Давить, дергать, я ему кричу, что извините, типа уберите свои руки. Он не убирает, я откидываю его руку, начинаю продолжать дальше свое движение вперед. Он хватает меня за сумку, разворачивает меня, носят удар. Не дай бог ты ко мне притронешься. Везде эти, адекватнее себя. Какая, что вы меня трогаете? Уберите свои руки от меня. Кулаком. Просто взял и ударил сюда. Ударил он в солнечное сплетение, я просто, я в шоке на самом деле. Я в такой ситуации первый раз в жизни, я не ожидала, что так будет. И мне больно, я не смогла нормально дышать. Я просто села подышать. Вещи у меня от удара все разлетелись, то есть сумки все повыпадало. Я села, этот двор какой-то, поставила сумку на пол, на асфальт. Вещи так все и валяются. Я просто сижу, пытаюсь отдышаться. Просто повезло, мне очень повезло, что была женщина, которая крикнула ему. У нас здесь живут люди с правоохранительных органов, поэтому лучше уезжайте. В итоге он бежит в машину, садится в машину, разгоняется и едет на меня. Да, я такая думаю, прекрасно. В ту секунду я сижу, мне плохо, я хватаю сумку, вещи я уже не успела схватить и просто тупо отбегаю от этой дороги. Он просто пролетает у меня. Я просто сижу, плачу, я не знаю, что мне делать. Звоню сразу же и говорю, вот, только что была такая ситуация, ваш водитель меня избил. И вот так-то, и так-то, и так-то. Они говорят, ну мы проведем ему лекцию. И все, спасибо, до свидания. Я говорю, вы нормальные? Говорю, меня только что избил, говорю, ваш водитель. Говорю, вас это вообще никак не интересует. Они говорят, ну пойдем ему лекцию. Я говорю, вы не хотите его уволить? Не, мы лекцию ему проведем. Все равно меня трусило все, потому что, ну, я в шоке была, я реально в шоке. Все, что я сделала, это просто выложила историю в инсту. Мои знакомые позвонили родителям и уточнили, что случилось, что произошло, что за ситуация. Мама набрала мне сразу же, говорит, что произошло? Я говорю, да ничего, все ок. Говорит, что за такси? Я говорю, ну, водитель сбил. Говорит, ты серьезно? Я говорю, да. Говорит, есть полиция? Я говорю, не, я говорю, не поеду, я на съемках. Она отправила ко мне брата, приехал брат, мы поехали сразу же в полицию, подали заявление. После этого поехали сдавать побои. Легкие телесные повреждения. У меня был синяк вот здесь, вот здесь. И синяков больше вроде бы не было. Была головная боль, была тошнота, была рвота и в принципе относительно вроде бы все. Полиция сработала классно, потому что они набирали, не звонили ему, не смс им писали, он не выходил на связь. Они просто взяли и поехали к нему по его прописке. Они нашли его там, спросили, что, как и так далее. Он сказал полиции о том, что мы ехали, я была с банкой сгущенки, у меня на ученку вообще аллергия, я ее терпеть не могу. И что мы ехали с ней, и я кушала ее ложкой, потирала эту ложку об сиденье и снова кушала. Ну вот его реакция. Он потом сознался, все нормально, что он ударил, ему будет штраф. Криминальное дело, 125-я статья и штраф около 800 гривен. Я говорю полиции, а других вариантов нет, у нас только такие законы, они говорят нет. То есть максимум они могли предложить трудовые работы, там какое-то количество часов. Но они сказали, что обычно такое не ставят в УК и не назначают, только максимум штраф. Суда еще не было, он будет, скоро мне еще не сказали ни дату, ничего. И написал вчера следователь и сказал, что дело уже в суде. Слушай, а в итоге вы уволили? Он мне позвонил у *** на следующий день и сказал, извините за эту ситуацию и так далее, тому подобное. И мы вам проносим свои извинения и дарим вам бонусы в размере 500 гривен. Я говорю, прекрасно, спасибо. И все, мне говорят, да, извините, до свидания. Да, то есть они позвонили, сказали, что мы его уволили и мы дарим вам бонусы. Не знаю, мне его лицо некоторое время снилось. Мне ситуация эта снилась, я немного нормально спать, немного нормально работать, вообще ничего делать нормально не могла. Он меня преследовал. После ситуации я жила на прицельской с подругой. Как-то один раз я просто выхожу на улицу, смотрю, машина стоит, это же. Я думаю, ладно, показалось, ты похожий водитель очень. Думаю, ладно, не, Маш, ты уже просто, это бред, нет, паранойш. Потом я уже второй раз возвращаюсь домой. Я смотрю, как едет просто на меня человек, ну, возле меня. Я понимаю, что это тот же самый водитель, та же самая машина, те же самые номерные знаки. И я просто в таком шоке, я в капюшоне, я опускаю голову и домой. После этой ситуации я переехала к семье на другой адрес и никому нигде ничего не говорила и нигде не светила, чтобы не было подобных ситуаций. Для чего он следил за мной, почему, я не знаю. Первый раз, когда по ситуации я поехала в такси, я плакала. Я ехала не одна, слава богу, но я просто сидела, меня трусила, я плакала, потому что ситуация для меня была шоковая и мне было страшно. Первые три раза я ехала в слезах, потом я еще пару раз поездила в такси и сейчас я стараюсь вообще окончательно в нем не ездить. Я планирую купить себе баллончик, я думаю, это поможет хоть как-нибудь. Но я избегаю сейчас вообще, я не хожу по вечерам одна, никогда, только на машине передвигаюсь, благо у меня вся семья на машине. И это комфорт, это классно, я никогда не хожу по вечерам одна, стараюсь вообще этого избегать и никогда, никогда, ни с кем не встречаюсь вечером, никогда. Как вообще люди реагируют, когда узнают твою историю? Ух, это очень такой вопрос трепетный, по-разному, потому что некоторые сразу бросаются с вопросами, какая я хамкая или тому подобное. Я, возможно, неправильно себя вела, возможно, я довела мужчину и вообще, почему я довела мужчину до такого состояния, как я имела право, почему я не расплатилась, я хамкая, я неправильно себя веду. И писали мне смс в директ, чтобы я умерла и чтобы меня еще больше избили. И я пролежала целую неделю просто в слезах о том, что я вроде ничего не сделала, а мне все пишут, чтобы я просто умерла или еще что-нибудь подобного. И я сидела, плакала. А некоторые, говорят, поддерживают и, как бы, сочувствуют, говорят, блин, какое такси это было, что произошло, как все начиналось. То есть многие либо сразу начинают меня, как бы, идти вот так на меня, меня хейтить, а некоторые очень хорошо, очень, как бы, относятся. Ну, не то, что очень хорошо, но, по крайней мере, поддерживают меня в данной ситуации. Можешь назвать плюсы того, что произошло? Плюсов никаких нету, только одни минусы, сплошные минусы. Очень много заняла моего времени полиция, очень много. Это разборки, это нервы, все, это все скандалы. Моральная травма, дорогой психолог, это скорее минусы. Вы человеком, на котором напал таксист, это испорченные нервы, здоровье, ваше время потраченное и мера предосторожности в будущем.